Здравствуйте! Вы смотрите телевизионную информационную службу Коминтерновского района. Люди, события и самые обсуждаемые района темы. Для обеспечения развития портовых мощностей группа компании ТИС строит еще один приемно-отправочный железнодорожный парк и собственную сортировочную станцию. Уникальный для Украины проект реализуется на берегу Григорьевского лимана предприятиями группы компании ТИС. Единый транспортный узел включает в себя специализированные под грузы разной номенклатуры причалы, собственную дорогу с ацтоником для автотранспорта и развитую железнодорожную сеть для перевалки и сортировки грузов. Мир не стоит на месте и предприятию предъявляются новые требования. Мы вынуждены наращивать свои основные средства для того, чтобы быть в рынке. Компания ТИС является инфраструктурным предприятием, которое осуществляет транспортно-экспедиционное обслуживание экспортно-импортных грузов по схеме железнодорожный вагон, склад судна и в обратном направлении. Для того, чтобы качественно и быстро выполнять эти операции, мы вынуждены наращивать свои мощности для того, чтобы соответствовать уровню, который к нам предъявляют наши клиенты. Мы работаем с крупными украинскими клиентами, которые также считают свои деньги и не хотят платить за простой судов. Здесь реализуется огромный инфраструктурный проект по расширению железнодорожных мощностей. Трансэнверсервис. Строится еще один парк. Приемо-отправочный, сортировочный, выгрузочный парк. У нас три парка сейчас. Один парк К, так мы его называем. Это основная станция Хики-химическая. Парк Причальный, который сейчас мы уже заканчиваем строительство. И парк Восточный, в который мы сейчас вошли. Парк Восточный – это примерно еще порядка 54 километров развернутой длины со стрелочными переводами. Это 160 стрелочных переводов. При строительстве новых железнодорожных мощностей закладывается мобильность для перестройки под определенные грузы. Рынок изменчив. И велика вероятность перевалки грузов других номенклатур и классификаций. Например, не только сыпучих, но и наливных. На очереди у нас строительство сортировочной станции, которая будет основой всего железнодорожного узла или вообще, скажем, основой транспортного узла. Там будет горка средней мощности с приработкой 3600 вагонов. Вы можете при ПП считать, это где-то примерно 56 составов в сутки. Это позволит формировать так называемые отправительские маршруты от себя. Скорость движения вагона в таком маршруте в три раза выше, чем в обычном поезде. Такая уникальная способность значительно повысит качество услуг предприятий ТИС. Самая близкая сортировочная станция от нас в попутном направлении, экспортно-импортном попутном направлении – это практически знаменка. Выгрузочные мощности наших терминалов развиваются. Мы осваиваем новые грузопотоки, новые грузы, новые технологии. Соответственно, под эту технологию и под технологию, под терминалы, которые будут строиться на причалах перспективного развития, то есть на 22, 23, 24, 15, 14 причалах, нужно железнодорожное развитие. В развитии железнодорожного узла участвуют все шесть предприятий группы компаний ТИС, потому что такие мощности необходимы каждому из них. Если бы сам ТИС, как железнодорожное предприятие, попыталось бы взять кредиты где-то, нам бы их не дали, потому что на 25-30 лет рассчитана возвратность инвестиций. Но мы не можем без этого развития. И для того, чтобы наши предприятия, которые выполняют функцию стеридорных компаний, хорошо развивались и получали больше грузы, нужно вот то, что я сейчас сказал. Поэтому все они потихонечку вкладывают деньги и развивают, и мы в том числе. Сами инвесторы являемся наш партнер, наше предприятие, и мы все вкладываем в развитие железнодороги. Вот так понемножку формируется железнодорожная инфраструктура. На самом деле в портах, порты не вкладывают деньги нигде в железнодорогу. Вкладывает сама железнодорога, берет кредиты, решает эти вопросы. Здесь вкладываем мы. Важно отметить, что движение вперед предприятий группы компаний ТИС – залог развития еще одного молодого объединения, которое только формируется – Визирской объединенной громады. Села, жители которых приняли решение объединиться с Визиркой в единую громаду, будут пользоваться общим бюджетом, львиную долю которого формируют налоги, отчисленные предприятиями группы компаний ТИС. В амбулатории села Сычавка начался капитальный ремонт. На его проведение средства выделил Лиманский районный совет. Сычавская участковая больница была построена еще в 40-е годы, а в 1965 году ее реставрировали и достроили. Так появился новый корпус, где расположился стационар на 35 коек и роддом. В 2007 году в связи с реорганизацией медицинских учреждений в Украине больница была закрыта, а медучреждение получило статус амбулатории общей практики и семейной медицины. Сегодня здесь принимают семейные врачи, стоматолог и гинеколог. Год назад Сычавская амбулатория получила шанс на новую жизнь в связи с избранием Олега Кутаталадзе областным депутатом от этого округа. Встречаясь с избирателями, Олег Джумберович неоднократно слышал от жителей Сычавки жалобы о том, что за медицинскими услугами необходимо ехать в город Южный, и это неудобно. Как представитель блока Петра Порошенко «Солидарность», Олег Джумберович обсудил насущную проблему с депутатами районного совета от БПП. И те инициировали выделение средств из районного бюджета на ремонт здания и замену окон на энергосберегающие металлопластиковые в Сычавской амбулатории. Уже сегодня там полным ходом идет капитальный ремонт. Олег Джумберович уже неодноразово побывал на территории нашей Сычавской Ради и побывал в нашей амбулатории. И он живет жизнью сейчас нашего села, живет жизнью и медициной тоже. И в принципе он очень интересуется и хочет, чтобы вот тут именно было. Ну, я думаю, что эта амбулатория – это амбулатория его мечты. Интерес Олега Кутаталадзе к амбулатории в Сычавке прагматичен. Он искренне желает благополучия жителям Сычавки, поэтому рекомендовал им создать с жителями Визирки и других близлежащих сел единую громаду и стать еще более крепким селом с достойным бюджетом и собственной специализацией – Центром медицины всей громады. В связи с тем, что мы все-таки працюем над тем, чтобы наши громады объединялись, и это принесет користь нашей громаде, в том плане, что мы планируем, что у нас в амбулаторії это будет Центр медицины нашей громады, и в связи с этим мы будем мать вот такую хорошую амбулаторию для всего населення. И люди будут очень с удовольствием сюда приходить, я надеюсь, что тут будет и тепло, и затишно, и будут ждать их квалификованные специалисты, я думаю, что все залишатся задоволенными. Этой осенью жители Сычавки проголосуют на референдуме, с кем будут объединяться в ходе проведения реформы по децентрализации. Сегодня есть достаточно информации о том, какое экономическое положение предприятий в районе. Нетрудно спрогнозировать, на какие средства будет существовать громада Сычавки при разных вариантах объединения. Имеющий уши да услышит и сделает правильный выбор, руководствуясь не сиюминутным интересом, а серьезными перспективами развития родного села ради своего будущего и будущего своих детей. В Курисово, бывшей Петровке, прошел сход села. На повестке дня вопросы о развитии благоустройства, а также переименовании родного села в рамках всеукраинской программы декоммунизации. Сход села в Курисово – обычно активно посещаемое мероприятие. Не только потому, что есть много актуальных, еще не решенных вопросов, связанных с жизнью селян, но еще и по той причине, что люди знают, эти вопросы руководство не откладывает в долгий ящик, а по мере возможностей решает. Мы совместно с институтом рынка при помощи Кутателадзе Олега Джамберовича делаем концепцию развития нашего населенного пункта до 2020 года. Это будет первый вопрос, второй вопрос. Вторым вопросом будет мой отчет как сельского головы за работу в 2015 году. И будет, наверное, очень много вопросов, которые связаны с жизнедеятельностью нашего населенного пункта. Более шести лет 400 жителей громады не могут получить положенные участки земли для ведения частного сельского хозяйства. Учитывая нехватку свободных земель, вместо положенных двух гектаров принято решение давать по одному гектару вдоль склонов Телегульского лимана. На сходе жители села узнали, что эта работа продвигается успешно. Районный совет выделил средства на проекты отвода земель и нанесение их на карту. Еще одна насущная проблема – выпас овец на территории Курицовского сельского совета сторонними компаниями. Это уничтожает и без того скудные пастбища и не дает местным жителям полноценно выкармливать собственный скот. За помощью обратились к областному депутату Олегу Кутателадзе. Эти овцы выпасают пастбище и у них нет пастбищ, поэтому люди хотят, чтобы это стадо ушло с нашей территории. Опять же, при помощи Кутателадзе Олега Джумберовича проведена работа и уже есть наработки. И сегодня вот уже хозяин вот этой отары овец, он поедет в геокадастер и будет рассматриваться вопрос об их переселении в другой район. Убытки от выпаса сторонних овец составили 54 тысячи гривен. Хозяева отары его компенсировали. На эти средства уже приобретена детская площадка, которая будет установлена в Курицово ко дню знаний. Я хочу сказать, что нам просто повезло с таким депутатом, потому что любые вопросы, которые у нас возникают, мы не только консультируемся, мы просим их решить. И во многих случаях, когда он берется, он это начинает делать и делает до того момента, пока этот вопрос не будет решен. Также на сходе жители высказали свое недовольство новым названием села. Было принято решение создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами переименования. Но инициативных жителей Курицово, готовых работать в этой группе, пока не нашлось.